Итак, ребятки, всем привет! Сегодня мы будем вместе с вами обозревать вот такую вот прекраснейшую колоду ног, которая является одной из самых футуристичных ног, когда-либо выпущенных. Сразу хочу сказать, что это помимо очень классной проработки ноги, они еще и самые дешевые, которые когда-либо появлялись у меня на сайте. Поэтому переходите по ссылке в описании прямо в мой магазин и покупайте их по супер сочной цене. Еще раз повторюсь, самые дешевые ног за все время, несмотря на то, что это очень крутая проработанная колода. Ну и собственно, давайте-ка начнем обзор. Это у нас передняя часть коробочка, вот так вот она выглядит. Мы видим надпись ног и вот такие полосочки. Такие же полоски мы с вами получим и на рубашке. Также еще мы видим вот это вот название данной колоды 3000X1 и опять же ног. Открываем, видим вот такой красивый рисуночек, будто бы это какие-нибудь там микросхемы. И на этом все. И снизу где-то колода была напечатана, плюс кем разработана. House of Plane Cards. Далее поехали. Это наши карты. Честно, здесь показывать нечего. Обычные как бы черви, обычный пик, только черви не такие, как в стандарте, ярко-красные, а такие темно-красные. И вот мы идем к самому интересному. В этих ногах очень круто сделали карты с лицами. То есть это прямо вот и сейчас видите. Обалдеть! В цвет самой колоды, в цвет самой рубашки сделали красиво. Плюс еще особенность является то, что задний фон, в зависимости от карты, черная она или красная, разный. Если черная карта, фон черный. И это эффектно выглядит. Карта красная, задний фон белый. Мы видим также еще тут несколько таких вот цветов. Черный, голубой, да и темно такой синий. Все. И вот так все-все-все абсолютно карты у нас проработаны. Это очень классно. Прям вот лайк ставлю ребятам за такую проработку. Поехали дальше. Это у нас Tuz Peak. Как мы видим, он такой уже привычный для новых ногов, которые стали потом уже печататься на USPCC. А когда они печатались на Эксперте, там такого Tuz Peak не было. Ну и также еще в комплекте мы получаем два Джокера. Опять же уже привычные. Если, например, мы их держим так, то они у нас симметричные. Разворачиваем, не симметричные. Но с вот такими вот как бы показателями можно вот так вот показывать любые сэндвичи. Карты зайдут на ура. Также еще в комплекте у нас бланк фейс карта. И вот такая вот даблбэк контраст карта. Вот это, если что, дизайн лимитированной версии 3000X1. Я хочу сказать то, что, наверное, впервые за всю жизнь я скажу то, что обычная версия выглядит красивее, нежели лимитированная. Вот такие вот пирожки. Но давайте-ка мы сейчас эти карты уберем. И я вам покажу рубашку данной колоды. Значит, она напечатана, данная колода, на заводе United States Plain Card Company. Поэтому привычный уже для нас всех вот этот вот картон мягкий, не такой жесткий, как на Эксперте. Покрытие уже привычное, которое мы уже с вами привыкли давным-давно щупать и трогать. Вот поэтому вопросов не будет по качеству. Что же по рубашке? Значит, здесь, я думаю, вы видите, ушли от стандарта и убрали прямоугольник одного цвета. Точнее, он здесь есть, но с добавлениями вот этих вот полосочек. Это очень красиво выглядит, мне лично зашло. Также еще здесь у нас есть вот такие вот края. Такие вот полосочки на краях для того, чтобы вы делали веера красиво, эффектно. Такое и в Виртуозу заходило, и во многих других картах. И вот мне тоже это зашло. Я оцениваю. Плюс еще данная колода обладает крапом, что немаловажно. И я вам сейчас покажу, как же он работает. Вам нужно запомнить очень простую схему. Вы должны определяться по острым углам. Я вам сейчас это все покажу. И это очень простая схема. Значит, смотрите. У нас есть пик, у нас есть черви, крести и буби. Вот такая последовательность. Если мы посмотрим на масть пик, то здесь мы видим то, что у нас один острый угол. Вот это мы не считаем. Только по самой масти верхней части. Если мы берем черви, то здесь у нас вот здесь вот раз, два. Вверху у нас два угла. Здесь же у нас три угла. Раз, два, три. Значит, это у нас три. Запоминаем. Три угла, крести, два угла черви, один угол. Это пик. Ну и, соответственно, здесь у нас нет ни верха, ни низа, ни бока. Это у нас раз, два, три, четыре острых угла. И давайте-ка сейчас я вам покажу, как это определять по рубашке. Краб спрятан у нас не на самом прямоугольнике, как это было всегда практически, а немножечко по-другому на вот этой вот обводке. То есть, что мы сейчас с вами смотрим? Мы считаем с вами острые углы именно самой обводки. Острый, острый, разворачиваем. Закругленный и закругленный. Два, это у нас черви. Вот, пожалуйста. Берем, перетасовываем и смотрим теперь здесь. Острый, острый, разворачиваем. Закругленный, опять черви. Прекрасно. Давайте-ка мы сейчас другую карту найдем. Это у нас закругленный, острый, острый, острый. Три, это крести. Бац, и мы находим уже крести. И в итоге это можно делать. Уже был такой фокус, очень простой, эффектный. Я думаю, его пересниму. Когда вы выбираете там, например, 4 карты и начинаете будто бы читать, что там, считывать информацию с рубашки. И там, например, здесь у нас черная карта, здесь у нас красная карта. Потом вы называете прям вот вообще конкретно, что это за карта. Но там есть небольшая уловочка, которую нужно правильно сделать. Но все равно фокус прикольный и эффектный. Значит, что в итоге мы с вами получаем? Колода качественная, колода красивая, колода эффектная. Благодаря тому, что здесь у нас такая вот прикольная рубашка. Еще раз повторюсь, лимитированная, но не такая крутая, как обычная. Это прям вообще круто. Также еще одной из главных особенностей данной колоды, то, что она невероятно дешевая для своего качества, дизайна, окропленности. То есть, это будет самая дешевая нога на моем сайте, которая когда-либо была. Да и вообще, вам советую данную колоду прикупить. Поэтому переходите по ссылочке в описании, приобретайте. И если эта колода вам понравилась, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И у меня на сегодня все. До новых встреч и пока-пока. 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 Пока-пока.